МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для меня город же это не только пространство, оно может быть разным. На постсоветской территории много разных типов пространства, ландшафтов, состояния этих ландшафтов. Для меня были важны люди, и я, в принципе, смотрел на людей, на их вопросы, на их реакции, на их эмоции. И идеи, смыслы, те культурные коды, которые эти люди транслируют, либо вокруг которых группируются, либо вокруг которых переживают. Поэтому с этой точки зрения Петрозаводск многомерный в моем представлении. Я его увидел именно таким сложным. Но, во-первых, мы сегодня тоже в пространстве выход обсуждали вот эту рефлексию. какой Петрозаводск, он какой, он где, он какой, какие вы. Очень много стеснения. То есть и стеснительное, вот такой я даже термин сформулировал, что стеснительное мышление. То есть здесь люди думающие, глубоко думающие, но они думают очень аккуратно. То есть они не выкрикивают первопопавшуюся идею, они не кричат, кто прав, кто не прав. У них такое стеснительное мышление. Стеснительный человек, человек, который не делающий зло. Второе, что Петрозаводск, как город, но он содержит в себе черты разных городов. То есть здесь есть слободы, здесь есть микрорайоны, здесь есть вот эти исторические какие-то такие центры, здесь сложный ландшафт. Поэтому как пространство город, он очень-очень уникальный. То есть он формирует сложные переживания. В гору, вот это журчание реки, интересные вот эти названия, даже топонимика вот этих вернакулянных районов, вот эти деревлянка, зарика, вот эта куковка и так далее. То есть вот эти все даже топонимы города говорят о том, что он достаточно сложный, из сложных культур сотканный, из сложных языков сотканный. И, соответственно, здесь вот так просто рубить с плеча, либо строить что-то, что-то ломать, что-то строить, нужно очень аккуратно. Второй момент, что про Петрозаводска, это, конечно же, наверное, то, что здесь сохранилась вот эта способность, в каком-то смысле творческие мысли. Здесь очень много творческих людей, то есть как бы очень высокого уровня, гениальных, я бы сказал, но из-за своей вот этой стеснительности, скромности и какой-то вот этой отчужденности, то есть как бы они же варятся в собственном соку. То есть очень город талантливый, но талант раскрывается, когда он встречается с другими талантами. А здесь получается, что таланты вокруг пустота. Ну, в принципе, талант вокруг пустота, таланты вокруг пустота. Вообще пустота, кстати, такое метафизическое понятие, здесь пустота не пространственная. То есть мне показалось изначально, когда я прогулялся по городу, проехал, что мне показалось, что районы между собой отделены какими-то вот невидимыми границами. Ну, там где-то видимыми, где-то железная дорога, переезд, где-то там, не знаю, зона, где-то там просто какая-то снесенная промзона. Но вот эта пустота, она оказалась не только в пространстве, вот этого ландшафта спрятана, она еще такая метафизическая пустота. То есть здесь есть воздух, чтобы почувствовать себя свободным. Мы все устали от ответов. Вперед, цифровая экономика, молодежная политика, патриотизм, враги там. То есть советская эпоха это была эпоха ответов, причем даже жестких ответов, слоганов, то есть не дискурсивных ответов. Сейчас нужно вернуться в состояние вопросов. Кто мы? Как мы здесь оказались? Какие мы? Что нас волнует? Что мы предлагаем? Что мы готовы делать? Какую ответственность мы на себя готовы взять? Вот я вам сейчас назвал там 7 вопросов, мы на них строим целые изменения. Мы говорим, ребята, невозможно сообщество создать, потому что вот кто-то один захотел. Ну можно, но это будет манипуляция. Вот один, он на своей харизме там обманывая, либо угрожая, либо и делая то, и другое одновременно, собрал людей вокруг себя и куда-то повел. А зачем он их повел? А куда он их повел? А знает ли он что делать? А люди-то зачем за ним пошли? Просто не хотят думать, либо действительно их что-то волнует. Поэтому нужно вернуться в состояние умения задавать вопросы и не торопиться. Вот Петрозаводск очень хорошо может не торопиться. Вот здесь вот неторопливость, вот эта вот северная неторопливость, она вас спасает от большого количества ошибок. Никто не задает открытые вопросы и никто не пытается задать очень глупый вопрос. А что такое двор, например? Ну что такое двор? Вот если мы начнем задать вопрос, что такое двор, выяснится, что у нас у всех очень разный опыт, что такое двор. У нас есть готовый ответ, который мы родили в результате большого опыта работы со дворами. Двор — это не пространство. Двор — это первый институт по воспитанию горожанина. Именно во дворе через игру, через отношения с другими людьми я учусь дружить, я учусь брать на себя личную ответственность, я учусь работать в команде, я учусь чувству справедливости, я понимаю, что такое граница, что можно, что нельзя. Представляете, то есть двор, который сейчас во всей стране архитекторы ИРФ, вот эта Стрелка и все этот Минстрой, Оси упростили понятие двора, да какой бордюр класть, какую детскую площадку ставить, где делать парков. А двор — это социокультурный институт, это социокультурное такое явление, за которое отвечают, в принципе, горожане, не Минстрой. Понятно, что он отвечает за бордюры там и СНИПы, а именно городское сообщество отвечает. А как мы воспитываем горожанина? День города. День города, я уже говорил, во всей стране проходит одинаково. Сцена, шарики, салют. Он никого не воспитывает, он не рефлексирует опыт, который мы прожили. Хотя в течение года что-то в городе менялось. Какие-то проекты получились, кто-то разорился, что-то не получилось, кто-то приехал, кто-то уехал. Вот мы же прожили целую жизнь вместе. Мы можем обменяться эмоциями, что мы чувствуем по поводу того, что мы пережили. Мы можем обменяться выводами, что мы поняли. Мы можем ли обменяться идеями, что со всем этим делать дальше. Я могу привести пример, например, из Сыктывкарь. И мы делали исследования. Вот ценность городских исследований. И начало этих городских интервью, городских экспедиций. И там, я помню, я наблюдал за одним сыктывкарским домом и видел, что в субботу там выходит бабушка и обнимает березку. Ее все время что-то шепчет. После того, как она там березки пошептала, я взял у нее интервью. Я говорю, бабуля, вот смотрю за вами два дня, наблюдаю за двором, за жителями. Березка говорит, ну да, меня 30 лет назад силком увезли из деревни. Я вообще скучаю по дереву. Я говорю, а еще у нас не такой длинный разговор про ее жизнь в деревне, что она помнит все вообще. Больше всего я скучаю по запаху сена. И у нас День города в Сыктывкаре несколько лет назад проходил как фестиваль «Люди леса» назывался. Мы три машины сена вывалили на центральную площадь. То есть не построили большую сцену. 15 тысяч человек в этом сене что только не делали. Валялись, фотографировались, нюхали, делали какие-то скульптуры. Не нужен идеальный город, не нужен новый город. Нужно попытаться, во-первых, разобраться, что такое город и вот ответить на какие-то вопросы, которые сейчас не позволяют существующим городам действительно жить в гармонии. То есть, например, чувство справедливости, чувство баланса. Для меня новый город либо идеальный город, если говорить про идеалы какие-то, это город, который фактически умеет конструировать вот эту свою этическую систему. Позволяет ему не терять опыт, не разрушать ресурсы, не насиловать людей, а как бы накапливать какие-то, накапливать этот опыт и пытаться этот опыт еще и делиться этим опытом. Поэтому, наверное, город собраны на других принципах справедливости. Для меня был бы интересный, как эксперимент социальный. Город созданный на другой экономической модели. Не купить, продать, произвести, отправить, а, например, отрефиксировать, образовать, придумать, ничего не разрушать, не делать хуже. Вот этот город, который не делает хуже природе и самим участникам, в принципе, уже тоже может быть как деятельность рассматривается. Потому что такое город? Город – это часть цивилизации. То есть, любой город, в принципе, содержит весь опыт цивилизации. То есть, вот сейчас случилась какая-то катастрофа, остался один город на земле, но так как в нем есть университет, библиотека и все основные городские элементы – рынок, площадь, жилье, крепость, там, не знаю, больница, кладбище и так далее – он может заново воспроизвести всю цивилизацию построить. Да, может быть, не такого качества, но то, что он содержит весь опыт цивилизации, вот это нужно помнить. В отличие от деревни. Деревня содержит опыт одного рода, одного вот этого точки ландшафта, а город содержит опыт всей цивилизации. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, еще один город, который содержит все опыт цивилизации, не нужен. Ну, как бы, мы умеем их проектировать, строить просто… Сейчас их незачем строить, новые в полях города. Нужно разобраться с существующими, потому что, оказывается, например, на постсельском пространстве, то, что мы называем город – не город. Вот почему, например, элементы колхоза присутствуют, элементы деревни присутствуют в Петрозаводске, как и в любом другом постсоветском городе. Потому что город – это определенный уровень культуры, определенный уровень ответственности. В неких вот этих сценариях городских бабушки, торгующие на рынке, частная застройка, высокие заборы из металлпрофиля, страсть к гаражам. Ну, если понаблюдать за Петрозаводскими, нужны более глубокие исследования, конечно, то, как люди одеваются, как они тратят деньги, какие у них ценности, то это, скорее всего, такой крестьянский уклад, перенесенный в черту города. Это не совсем деревня, это жизнь по-деревенски, но в городской черте, в пространстве города. Слободская такая культура. То есть я уже живу в городе, но то, как я живу – рассада, перцы, все в дом. Знаю только тех, кто живет на моей улице, все остальные меня интересуют, гордо меня интересует. Вот я живу как в деревне. Кстати, крестьянская культура мощнейшая, все думают, что я к крестьянам отношусь плохо. Я отношусь к крестьянам очень хорошо. Я им благодарен этой крестьянской культуре, потому что в 90-е годы, благодаря крестьянской культуре, Советский Союз не распался. Рухнула большая социоэкономическая идеологическая модель, но все люди как будто знали. Начали продолжать сажать картошку на дачах, торговать на рынке в этих клетчатых сумках. Вся страна, в принципе, превратилась одновременно в крестьян, поэтому было легко управлять, собираясь с них оброки и давая им хотя бы не говорим, что делать, и они сами выживут. То есть администрация того периода времени было легко. Люди сами выживали, не нужно было за них переживать. Благодаря тому, что в наших семьях сохранилась традиция делать заготовки, плевать через плечо, поздравить друг друга на день рождения, ездить в гости к бабушке на деревне. У нас руки еще из нужных мест растут. Вот если сейчас случится кризис, сопоставимый с развалом Советского Союза в 90-е годы, то нынешнее поколение, рожденное в смартфонах и айфонах, еще если интернет отключить, то оно не выживет. Оно сразу одичает. Потому что без интернета оно не сможет понять, когда нужно семена класть, что можно картошку резать на глазки, что, во-первых, нужно спиртовую поджечь бумажку, чтобы банка не скрылась, что погреб можно выкопать. У нас очень много заводского. Делать не думая. Давай сделаем. Почему? Ну давай сделаем. Почему? Ну давай сделаем. Зачем? Давай сделаем. Потому что так положено. Потому что я пенсионер, я привык. Все, я на пенсии. Я студент, я буду учиться. Ты человек? Ой, я так не думал. Ты можешь остановиться, подумать, зачем ты этим занимаешься? Будет боль. Я лучше буду делать, не думаю. Я вот учу детей, я буду учить детей. Как я учу? Я учу хорошо. Я же учу детей, значит я учу хорошо. У нас очень много советского, геройского. Я сейчас сам всех вас спасу. Я сейчас вас научу тут родину любить. В одиночку пойду, пожертвую своей жизнью, своей личной жизнью, здоровьем, деньгами. Но всем причине удобрения. У нас уже появилась европейская. Мы хотя бы знаем, что нужно залезть в интернет, посмотреть лучшие практики. Что можно оказывается выбирать. Но все это мы. Но еще в Петрозаводске есть что-то еще свое Петрозаводское. Понимаете? Какая-то своя культура. Какая она? Нужно изучать. Поэтому эта картина мира, она очень сложная. И в ней очень мало городского. Соответственно, и в ней очень мало городского. То есть работа, жизнь по правилам с другими культурами, занятия позицией, то, соответственно, нет перехода и гражданской позиции. Потому что гражданин – это человек, который, в принципе, понимает и знает, как взять ответственность, опираясь на документы. То есть он знает, что выработаны правила, конституция, уставы, законы, что эти законы можно менять вот таким-то образом, но, принимая решение, нужно опираться на эти законы. То есть гражданин. То есть некий человек от института, человек институции. А мы все находимся на уровне крестьян. Ааа, без нас. Ааа, пойдет. Ааа, не в нашу смену. Понимаете? То есть нам для того, чтобы даже стать гражданином, нужно пройти вот эту фазу горожанства. Нужно побыть горожанами чуть-чуть. Когда мы работаем с городским сообществом, мы говорим, ребята, первое, с чего нужно избавиться, вот эта советская пятилетка в три года. То есть когда вы бежите, вам думать некогда. Поэтому остановитесь, отрефлексируйте. Я думаю, что если мы сейчас с вами сформулируем цели, которые действительно вы хотите, за счет чего, как вы хотите изменить пространство, создать сообщество, зачем? Чтобы оно могло взять на себя ответственность. Понятно. Тогда не ставьте себе жесткие сроки через год создать сообщество. Тогда давайте вот этот маркер использовать. Сообщество возникает, оно самостоятельно берет на себя ответственность. В какой мере? Все понятно. Потому что когда мы пытаемся миксовать вот эти мировоззренческие инструменты, там, советского вот этого планового подхода «разорвись» и советского вот этого геройства «умри, но сделай», блин, у нас страна сожженных героев. То есть самые лучшие люди, все выглядят как пепел. Причем они еще умеют восстанавливаться. То есть они еще такие говорят, пока я опыт вам, пока я добро вам не причиню, я все равно буду вставать из могилы и идти на следующий круг. Буду учить вас тут собирать мусор, любить историю и так далее. Потому что важно вот это изменение этических принципов. И, в принципе, я сегодня вот тоже на встрече в галерее «Выход» говорил, что этика и есть стратегия. Мы не знаем, куда мы. Тяжело думать сейчас о будущем. Оно очень сложное, как бы, многосоставное. Мы не знаем, мы даже, может быть, мечтать разучились по-хорошему. То есть мы не можем себе представить, как будет выглядеть город, и мы в нем через 10 лет, через 5 лет у нас мечты отбили. Но мы хотя бы можем сами себе признаться, какие мы, какими мы хотим быть, и принимать жизненные решения, индивидуально, коллективно опираясь на эти принципы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова